Радио Болтком Доброе утро! Здравствуйте! Да, и, ну, в общем-то, сразу к главному. На ваш взгляд, как учёного, вот эти все ограничения, как они воспринимаются обществом, ведутся ли какие-то… Сейчас уже изучение идёт ли вот этой реакции, с чем они связаны, с чем коррелируют, я не знаю, там тот же самый отказ вакцинироваться коррелирует каким-то образом с уровнем образованности или с другими вещами? Ну, это очень, вообще-то, сложный вопрос. И, конечно, у нас довольно много людей, которые считают, что, может быть, так и пройдёт. Но мы знаем по объективным данным, что не пройдёт. И мы уже на почётном первом месте в мире по распространению этого вируса, популяции. И, конечно, это… Я считаю, что это уже надо было сделать месяц назад. И правительства тоже были, и свои политики, ну, что надо делать в каком-то моменте, ничего не было сделано. И, конечно, и политики, они тоже люди, они тоже как-то, наверное, надеялись, что, ну, вот болит живот, может быть, пройдёт. Ну, не прошло, но если у вас аппендицит, ну, тогда не пройдёт. И то же самое в этом вирусе. Но, тем не менее, на ваш взгляд, отпугнут ли вот эти новые ограничения, которыми нас вчера вечером поздно напугали, а тех, кто и был бы готов вакцинироваться, посмотрит, посмотрит и действительно скажет, ну, а зачем, если я буду ровно в такой же ситуации, что и мой вакцинированный сосед? Ну, там и дело, что это распространение вируса, это определяет и поведение этого вируса, и поведение людей, потому что вирус может жить только в людях. И то, что сейчас очень ясно, что вакцинация, она не останавливает этот вирус. Люди, которые вакцинированы, они тоже могут переносить вирус. То, что вакцинация помогает, это не умереть, не заболеть и остерегаться каких-то компликаций после заболевания. И мы как-то, ну, вот неправильно это всё или государство, или коммуникаторы, они неправильно, может быть, и сначала говорили. Была очень такая надежда, что вот вакцина будет таким, ну, каким-то волшебным средством, которое нас... Ну, тогда уже ничего не надо, примем таблетку и не будем уже больше болеть. Нет, так не случилось. И особенно при таким, ну, высоком распространении вирусов в популяции, как у нас, это не помогает. И надо этих двух мер принимать, и этот локдаун, и вакцинация, чтобы как-то тоже, ну, помочь системе здравоохранения. Потому что уже в приёмных отделениях, когда не было ковида, особенно в Риге, всегда были очереди. Сейчас ещё более 100 людей поступают в эти приёмные отделения, и тогда уже те люди, которые там, желудочные камни, боль, там, аппендицит, сердечные заболевания, они не могут получить эту помощь. И так было трудно перед ковидом. А сейчас уже более сложнее, негде уже этих людей положить. Если бы были вакцинированы люди, то эта ситуация не была бы такой трагичной. А, и ведь, ну, вот у вас прозвучала плохая коммуникация. Вот как вы считаете, может быть, это тоже является одной из причин и вот таких слабых темпов вакцинации, вот плохая коммуникация с обществом? Я думаю, это не только плохая коммуникация, это вообще такой уровень знания о своём здоровье. И даже я в балкоме, там, я слышала, в этом радио приглашают врача, и он там рассказывает серьёзно, что вот вакцина не испытана, но вот надо какой-то препарат, который совсем там не испытан, но там очень хорошая такая история, что вот этот препарат, он такой там в советском времени, там что-то там испытали против чумы, и сейчас это очень хороший препарат, но вообще-то никаких данных нет. Ну, назовём это ересью. Да, но людям эта коммуникация очень нравится, это даёт надежду. А, кстати, извините, что перебил. Знаете, что интересует? Почему вот такая псевдонаучная информация воспринимается более всерьёз и в неё больше верят, чем данным признанных учёных, врачей до тому же самому правительству? Ну, то есть официальная информация. В чём проблема? Ну, я думаю, что и правительство не очень так складно принимает эту информацию, потому что людям, ну, нам нравится, чтобы ситуацию как-то, ну, разрулили очень, ну, просто, быстро, неболезненно, чтобы, ну, мне ничего не надо было делать. Приму таблетку, но не буду заниматься там зарядкой утром. И у учёных есть, ну, навыки, как эту ложную информацию отличить от научной. И то, что очень прискобно, что это не научная популярная информация, она, ну, если ничего не поможет, если эта таблетка, ну, там, ну, ничего не сделает, потому что нет никакой эффективности. Ну, сейчас и пошла речь о одном препарате, который противопаразитный, который используется в ветеринарной медицине против лошадей. И он, вообще-то, ядовитый. Вот это тогда уже вредно, если люди, ковиде, будут принимать этот препарат. Но учёным есть такие, ну, три признаки, как мы можем оценить информацию. Ну, первое, основанное ли это вот на данных, и там есть процедура, как мы проверяем, есть ли эти данные, они работают, и как отличить это от убеждения. Это убеждение, это перед мы ещё проверили. И убеждения очень многие. Мы вот надеялись, что вакцина поможет против распространения, ковида не помогло. Но у нас есть данные, что не помогает, нам надо делать что-нибудь по-другому. И третий – это личность этого коммуникатора, который интерпретирует данные. Есть у него публикации в этой сфере, о которой он или она говорит, и другие ли учёные пользуются данным. Есть такой индекс Хирша. И я смотрела, что, может быть, какие-то там мнения они есть, и даже есть публикации, но в совсем другой области науки. Например, я вот читала одного, который вообще-то работал с цыплятами, а не с людьми, но всё-таки есть там такое очень строгое мнение, которое не основано на данных. И то, что очень плохо, что эти научные данные, они очень сложные. Но там надо учиться, чтобы их интерпретировать и понять корректно. И это не всегда оно получается, потому что и в Латвии очень плохое образование по своему здоровью. Поэтому мы как-то верим в такое волшебное разруливание, ситуация. Это как в конце 80-х, и очень много людей сидели перед телевизором, мы смотрели Кашпировского и там верили, что вот если я буду держать свою бутылку, это сейчас мне поможет, тогда не надо будет ходить к врачу. То есть вы проводите параллели, да, между и Чумаком, который заряжал воду, и Кашпировским, и сейчас вот этот вот фельдшер Марина, который занимает, ну и подобные ей, которые распространяют, в общем-то, бредовую и фейковую информацию. И всё это объясняется низким уровнем знания и понимания и отсутствия верификации информации, да? Правильно? Да, иногда это даже, ну не какое-то там низкое, иногда это даже врачи делают, но это просто, ну, медицина очень быстро идёт вперёд, меняется, даже иммунология меняется. И, ну там, чтобы поддержать вот эту свою, ну, компетентность в этом, в этой среде, это надо там быть всё время внутри и активно участвовать. И очень многие люди, они очень, ну, даже нет у них плохих намерений, ну, ну просто они вот учились вот это в 80-х годах, и просто нога уже пошла, ну, вперёд, и они остались, даже не осознают. Такие, ну, это не всегда, но такое очень плохое мнение, но это, наверное, ну, просто такая, ну, надежда, что может быть, ну, может быть, пройдёт. И, потому это сложно, это не просто, ну, мы такие, потому что мы дураки, нет, это, ну, вообще-то очень сложно, и те люди, которые эти фейк-ньюсы и слушают, они сами думают, что они очень критично думают, но просто у них очень, эта информация, она, ну, так сложилась, что, ну, она ограничена, она непроверена. Ну, вот как раз мы вот и подходим к портрету, вот, можно ли как-то вот охарактеризовать людей, которые относятся с недоверием к официальной информации, но готовы поверить, ну, вот, людям случайным, или с улицы, или недостаточно компетентным, вот, что отличает, можно ли сейчас оставить этот портрет, условно говоря, психологически антиваксеры, это люди пожилые и молодые, с образованием, без образования, в какой, ну, вот, сейчас вот есть ли какие-то, вот, какие-то общие данные? Ну, социологи делали опросы, и там есть корреляция с уровнем образования, но надо сказать, что и люди с высшим образованием, они тоже, но они не антиваксеры, они как-то, они не самые, они пытаются как-то сложить это, свой такой, ну, свою кучку причин, почему я это верю или нет, и очень важный фактор, особенно в этих постсоциалитических странах, это политика, и то, что очень плохо у нас получилось, что вакцины, они очень как-то рано политизированы, и это уже стало таким политическим убеждением, а не делом здравоохранения, и, наверное, если бы мы оставили бы это дело врачам, и большинство семейных врачей, они бы смогли убедить пациентов, и врачи, если бы принимали решение, что надо делать, когда надо этот локдаун или нет, если это было бы медицинское, и тогда политики бы смотрели, ну, что мы можем делать, если вот есть эти данные, специалисты говорят об этом, и это медицинское дело, это вакцинация, это не политика, а сейчас очень многие решения, они просто основываются на политике, ну, например, как это, ну, вот вакцинированным людям можно пойти в магазин, не вакцинированным нельзя, это вообще не основано на никаких учёных данных, это чистая политика, если там есть политика, ну, мы все это видим, и тогда что-то как-то снижается, доверенность к этим решениям. Но нет ли даже наоборот вот такого ощущения, что вот принимая политические решения просто вот наказать невакцинированных, правительство допускает ошибку, потому что вот как ребёнок, ну, не знаю, подросток, которому запрещают встречаться с плохими ребятами, курить, пить, вот он начинает делать это назло, потому что вот, ну, его ограничивают в каких-то свободах, и он начинает вести себя просто вот на зло. На зло, да. Некоторые люди так и ведут, ну, на зло себе и своему здоровью, но мы видели, что, например, это решение, о котором уже давно говорила, что в некоторых профессиях это вакцинирование надо просто как условия для работы укрепить, это уже надо было летом принять и объяснить, и мы видим, что сейчас люди идут и вакцинируются, и принимают это. И это, ну, наше решение, хотим мы там в общественном питании работать, но нам надо санитарную книжку, это тоже основано на научных фактах, это не политика, что, ну, как в магазинах, вот тот пойдёт, тот не пойдёт, там вообще нет никаких, ну, научных, научных причин, почему это. если надо снижать контакты, то их надо снижать для всех, потому что вирус переносим мы все. Я так понимаю, вы наверняка сожалеете о том, что вот эта экспертная академическая группа прервала сотрудничество с правительством, потому что научный совет давал свои рекомендации, к ним, правда, не прислушивались. Это, к сожалению, ну, как-то, это очень прискорбно, потому что, ну, эксперты, они, ну, всё-таки могли, они прогнозировали, не сказали, что это так будет, но это так и вышло. Ну, то, что у нас такие благие намерения, мы, вот, у нас есть надежда, но это не отменяет, ну, такие законы, ну, которые, ну, природы, которые, ну, этот вирус, у него есть свои траектории, у людей есть свои траектории. Если эти данные сложить вместе, как эти эксперты сделали, если бы была и другая экспертная группа, они бы сошлись с тем же мнением, потому что они основываются на данных. Это не их личное мнение, не политическое мнение, это просто объективная ситуация, в которой мы находимся, и то, что нам не нравится эта ситуация, это проблема не в ситуации, а в нас. Говоря о данных, исследованиях, их интерпретации, дальнейших действиях, немножко хочу поменять тему, с вашего позволения. Вчера в Рижской Думе продолжился вот этот вот цикл обсуждений, посвящённый грядущим возможным ограничениям, связанных с употреблением алкоголем, то есть там работа баров и так далее и тому подобное. Вы в том числе выступали, и смысл вашего выступления был примерно следующий, что нужно менять привычки потребления алкоголя, тем самым в том числе подавая хороший и правильный, и новый пример детям. В двух словах, какова ваша позиция действительно в этом вопросе? Я тоже основалась на данных, и мы смотрели, например, почему люди чрезвычайно много, это не стакан вина или пива, а это уже запьянение, почему люди пьют запьянение, и эти основы, потому что это так весело, так можно начать говорить с другими людьми, пьют и против депрессии, и вообще-то употребление алкоголя довольно высокое в нашем обществе, и молодые люди тоже это делают, и у нас проблемы. Если люди пьют, и они здоровы, это, наверное, нет проблем, но то, что у нас высокий уровень зависимости от алкоголя, и алкоголь идёт рука в руку и с другими зависимостями, это курение, это азартные игры и наркотики, и если что-то делать, то надо смотреть на эти очень глубокие причины, но недостаточно что-то ограничать, подход к этим магазинам, чтобы не видно было, что алкоголь, но надо менять наши привычки, и одна из таких очень привычек, что у детей тоже есть детское шампанское, и люди уже с молодых лет, они научаются, изучают, что если у нас какой-то хорошая вечеринка, то тогда надо пить уже шампанское, не потому что мне там хочется или что, но вот у нас есть такая традиция, или в советское время в коллективных таких мероприятиях, в рабочем коллективе, тоже алкоголь используется, чтобы люди могли просто говорить, какие-то отношения строить, и я думаю, что это можно и по-другому, можно и, наверное, научиться разговаривать с людьми и без алкоголя, и это очень большой риск, особенно для молодёжи, если даже сексуальные отношения начинаются уже при запьянении, и если мы как-то будем больше думать о здоровье наших взаимоотношений, это, наверное, приведёт и к лучшему обществу. Спасибо огромное. К сожалению, время вышло. Мы благодарим ассоциированного профессора Латвийского университета, социального антрополога Айвиту Путменю за участие в нашем эфире. Ещё раз спасибо, хорошего дня. У нас небольшая пауза, после которой мы вернёмся в эфир с новым гостем и будем беседовать с председателем правления Ассоциации молодых врачей Артуром Шиловым. Конечно же, мы тоже, конечно, коснёмся самых актуальных вещей, новых ограничений, кризис с молодыми кадрами в медицине и те же самые фейки. Поговорим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова